Ну вот, собственно, место, где мы обитаем. Это наша мастерская. Серия работ, которую я делал предыдущая, она была вся вот именно здесь и сделана. В планах сделать, конечно же, еще выставок. Много. Здесь немного старых эскизов. Амазонка, лучница, северянка, предведь сидит на камне. А вокруг наши амурские петроглифы. В данный момент есть заказ. Но это так, чтобы штаны не спадали. Нужно как-то зарабатывать. Это, собственно, будет девушка, которая наполовину ушла в стену. Скульптурой начал заниматься как раз в колледже. Повлияла учительница с художки. И привела меня и сказала, что вот теперь ты будешь учиться здесь. Начали привлекать на всякие проекты, конкурсы. И, ну, в общем, так-то у меня любовь вся к скульптуре и появилась. Вдохновляет, наверное, все вокруг. Можешь идти просто по улице, в лужу, увидеть какие-то образы. Это может случиться когда угодно, где угодно. Самое главное просто быть внимательным, наверное. Знаки, символы, и все вокруг. Просто нужно подмечать. Точно могу сказать, что все мои работы, они именно про движения. Какие-то острые, динамичные. Это наши напарники, компаньоны. Друзья человека. Друзья скульптора. Здесь мы занимаемся пыльной и грязной работой, а наверху же рисуем. Сетешечка, моя жена. Мне очень повезло, что моя семья и моя жена, это все творческие люди. Ну и классно, что наше творчество, оно разное. И оно нам друг другу нравится. Вот эти три работы, это такой мрачный мой период. Любые эмоции нужно выплескивать. Это, собственно, был мой диплом, где мне было тяжело физически. Картина именно о выборе, что у нас есть какой-то определенный тернистый путь. Называется «Кадуцей». Как раз это была пандемия. Здесь именно QR-код. Из-за этих кубков большинство это все за ледовые, сниженные фестивали в Карбине, Пекине. С моим участием мы становились победителями примерно в 6 раз. Родился вообще в Средней Азии. Когда я был совсем маленький, из-за войны мы переехали в Россию. Жил я до 13 лет в Приморье. А потом переехали вот как раз таки в Хабаровск. И тут я начал формироваться. И для меня, конечно, ну я помню свои первые ощущения, когда я в Хабаровск приехал. Это был такой нереально красивый город. Хотелось бы, чтобы в нашем городе было больше мест, где люди могли бы говорить, показывать. Ну просто делать творчество, жить полноценной творческой жизнью. Вот. Это, конечно, нам и мне не хватает. Вот. Поэтому я надеюсь, у нас все будет хорошо. Редактор субтитров А.Семкин